здравствуйте дорогие коллеги доброе утро хорошего вам дня хорошего вам настроения компания corneal сегодня проводит впервые семинар по но по новинке по новым пилингам это химические пилинги для ремоделирования кожи сезон схрона сегодня познакомлю вас я вертелова екатерина врач-драматолог косметолог познакомлю вас с этой новинкой расскажу и научу как работать пилингом какие есть интересные наработки то есть все по порядку мы с вами разберем и составы и схемы и возможности сочетания данного пилинга с другими процедурами и как говорят сами разработчики пилинга сезон схрона уникальность универсальность пилинг сезон схрона это стопроцентно российский продукт начиная от идеи от разработки от из-под клинических и производственных испытаний также что немаловажно особенно на сегодняшний день в нашей с вами непростой ситуации это то что все сырье которое используется в пилинге сезон схроны это тоже стопроцентно российское сырье производственная линия москва сколково маркетинг дизайн упаковка это все тоже российская разработка я думаю вы согласитесь со мной что наша российская школа эстетической медицины одна из самых сильных в мире самых интересных смотрящих на на проблему смотрящих на на лицо на человека в целом у нас все базируется на серьезных научных знаний у нас огромный практический опыт мы не только берем методики от наших зарубежных коллег но мы их и перерабатываем адаптируем под наш фенотип под наш климат под те эстетические каноны которые есть у нас у нас я считаю одна из самых сильных школ инъекционной косметологии а уже скажем так подход к работе с кожей к омоложению к выверенная точная работа в работа с пигментацией работа с вилепа у нас очень требовательные пациенты в отличие даже так зарубежных коллег очень требовательны очень внимательно относящиеся каждому нюансу поэтому я считаю что дальше косметология на уровне и тем более важно помимо наших навыков помимо нашего умения развивать и реализовывать и узнавать новые продукты именно российского производства потому что это скажем так это наша база это на это наши возможности как говорится когда одна дверь закрывается открывается другая тем более у нас самое время обратить внимание на очень интересные лаборатории они же и в москве и в санкт-петербурге но и сибирск казань это все серьезные и научные производственные площадки и мы должны поддержать наших производителей и развивать нашу эстетическую медицину еще в более прогрессивном русле и так ну собственно говоря как раз о одном из таких продуктов я и буду сегодня вам рассказывать это химический пилинг как я уже говорила season's chrome это пилинг нового поколения который сочетает в себе не только свойства киртолитика потому что речь у нас именно пилинги но и мощного стимулятора обновления клеточного состава верхних слоев кожи содержащиеся в нем модифицированная трехлоруксная кислота позволяет не только минимизировать риски и осложнений и травматизацию кожи но и предложить принципиально новую процедуру по своим показаниям это и дряблость и от они и кожи рубцы и стрии постакны и клиническим эффектом это уплотнение литинг эта процедура ближе к ремодулирующим технологиям чем к пилинг мы собственно это особенности отражена в ее названии технология химического ремоделирования термо прошу прощение кто производит вообще откуда этот продукт кто с нами кто производит кто нам дал этот продукт сигма лаборатория это научно-производственная компания которая специализируется на контрактном производстве медицинских изделий это и хирургии это и артрологии этой урологии онкологии это масса офтальмологии это масса медицинских специальных специализаций где используется продукт лаборатории сигма и с 2018 года это еще и эстетическая медицина это продукты для контурной пластики это пилинги биоревитализанты то есть огромный сектор той продукции который мы с вами пользуемся производственные площадки это центр сколково и технополис москва общей площадке производственных площадок более тысячи квадратных метров лаборатория оснащена по системе r&d это визочин девелом которая оборудована по всем мировым стандартам и адаптирует продукты и технологии к массовому производству я с удовольствием сейчас покажу вам небольшое видео фильм о том как производится пилинг сезон склон давайте посмотрим пилинг сезоном Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok То, что она запрещена к использованию во многих странах и на территории Российской Федерации в чистом виде в том числе, все равно мы как врачи, как специалисты не можем отказаться от такого, скажем так, эффективного средства. Поэтому и все разработки ведутся по направлению поиска оптимальной модификации трехлорусной кислоты, создания соединений с какими-то другими компонентами, где нет, скажем так, вот этого места раздражающего действия меньше, а также в сочетании солей трехлорусной кислоты с другими видами кислот. ТСА – это универсальный кератолитик. Он не селективно вступает в химическую реакцию с белками и плазмой и разрушает десельфидные связи между атомами серы аминокислоты цистиина. В результате действия кератолитика белок донатурируется и превращается в аминокислотную цепочку. Эффекты классического ТСА – это, во-первых, мощный кератолитический отшелушивающий эффект в зависимости от процента. Это мы тоже об этом поговорим. ТСА в чистом виде высокой концентрации достаточно токсична. Она может воздействовать и на инвотели сосудов, может обладать системным действием, чего нет, умодифицирована тихлорусная кислота. Полезным действием ТСА является то, что даже после проведения пилинга она закисляет кожу и в результате чего, как мы знаем, в кислой среде фибробласты ведут себя более активно. Поэтому это создается среда для активизации жизнедеятельности фибробластов. Пилинги на основе ТСА самонейтрализующиеся. Он нейтрализуется по мере прохождения через слои кожи. Стимулирующее действие ТСА всегда идет через повреждения и воспаления. Самое главное – контроль. Трихлорусусная кислота незаменима, наверное, самый лучший агент для работы с неровностями рельефа кожи, для работы с атрофическими рубцами, для работы с остриями, с рубчиками после акне, с пигментацией особенно, с гиперкератозом. То есть это универсальный отшелушиватель и выравниватель. Не требует использования нейтрализатора и смывается водой. Если мы говорим о свойствах классической трихлорусной кислоты, мы всегда помним, что чем выше концентрация, тем выше повреждения, это понятно. Чем выше время экспозиции, тем обширнее повреждения. Очень много факторов, от которых зависит проникновение трихлорусной кислоты через кожу. И, собственно говоря, в зависимости от концентрации, трихлорусный пилинг может быть как очень поверхностным, который работает только на роговом слое эпидермиса. Это 10%, не более одного слоя. Может быть поверхностным, это от 10 до 15% работает, либо частично на поверхности эпидермиса, либо проникает более глубоко, об этом мы говорили. 20-30% это срединный, и свыше 30% это глубокие пилинги, но мы их даже и не будем рассматривать, потому что процедура тяжелая, процедура требующая очень длительной реабилитации, правильной подготовки, правильного выхода. А сейчас все, собственно говоря, все требования нашего времени, нашего мира, они направлены на то, что мы хотим получить эффект, хороший, качественный, но без длительной реабилитации, без повреждений. Поэтому, собственно говоря, разработчики современных систем для пилинга и идут по принципу создания сложных, многокомпонентных, универсальных систем пилинговых, которые содержат модифицированные формы ТСА в виде соли и аммони, с высоким профилем безопасности. Наиболее безопасными являются пилинги на основе аммониевой соли ТСА в невысокой концентрации, до 15%. Здесь и низкий риск осложнений, они не вызывают стойкой эритемы, они не вызывают поствоспалительной гиперпигментации, нет проблем с инфицированием, нет проблем с формированием демаркационной линии, и нет проблем с формированием рубцов. Модифицированные ТСА в пилинге Сизенс Хроны, как я уже сказала, используется трихлороцитат аммония, соль ТСА, которая функционально обладает более мягким и более пролонгированным действием по сравнению с классикой. И стимуляция базальных кератиноцитов, а, собственно говоря, это точка приложения, происходит без выделения факторов воспаления. Отсюда и отсутствие каких-либо побочных реакций. Трихлороцитат аммония в комплексной формуле с САХ кислотами обладает высокой степенью диссоциации. И диссоциируя на ионы катион аммонии кислотный остаток, трихлороцитат анион обеспечивает ступенчатое воздействие всех кислот на разные уровни кожного покрова. Здесь как раз приведена таблица сравнения классической формы трихлоруксной кислоты для поверхностного пилинга и модифицированной ТСА, той, которая используется в пилинге Сизенс Хрона. Форма классическая ТСА – это свободная. В Сизенс Хрона трихлороцитат аммония. Разрешение для применения ВРФ и в Евросоюзе. Классическая запрещена, модифицированная разрешена и все соответствующие документы на препарат есть. Уровень воздействия классической ТСА до базальной мембраны, уровень воздействия модифицированной также идет до базальной мембраны и на поверхностные слои кожи. Управляемость процедуры. Классическая ТСА, она все-таки очень зависит от умения, от практического опыта специалиста, который этот пилинг делает. Потому что это сопряжено и с болевыми ощущениями, это сопряжено и с контролем, когда надо смыть, когда может быть нужно использовать какие-то дополнительные средства, такие как веер, вентилятор, потому что сильное раздражающее действие. Когда мы говорим о пилинге сезонсхроны, то это 100% управляемая, контролируемая процедура до всех этапах. Я вам все это расскажу. Выраженность болевых ощущений. Классика все-таки это болезненная процедура, щипет, идет выраженная эритема, идет выраженное раздражение. Когда мы говорим про модифицированную ТСА, легкое покалывание по щипу, да, бывает у некоторых пациентов особо чувствительной кожи, дискомфортные ощущения, но они одномоментно проходят после смывания. Фрост. В зависимости от того, как глубоко провалилась кислота, классические пилинги дают очишки фроста, даже поверхностные. У модифицированных трехлороксусных кислот фрост только в тех местах, где была нарушена целостность эпидермального барьера. Эпидермальный отек после классики не менее недели, после использования модифицированных кислот 1-3 дня. Многие, скажем так, расценивают этот эпидермальный отек как эффект лифтинга, поэтому, собственно говоря, и это действие, оно транслируется как положительное, но такой длительный дермальный отек не есть хорошо для кожи, поэтому все-таки мы будем говорить о истинном лифтинге, а не его, скажем так, в таком камуфлирующем эффекте. Стимуляция через воспаление у классики выраженная, модифицированные кислоты работают медленно и работают без выраженного воспалительной реакции в ответ на повреждения. Классика стойкая эритема до 7 дней, модифицированные трихлороскоксусные кислоты может быть локальной у пациентов с чувствительной кожей, может быть, скажем так, сосудистая реакция в ответ на раздражение поверхностных сосудов и в первые сутки, и на вторые, но она незначительная и не вызывает у пациента дискомфорта. Шелушение есть и при той, и другой форме использования ТСА. У классической ТСА шелушение, как правило, до недели. Если мы говорим о, скажем так, о модифицированной трихлороскусной кислоте, то шелушение на третий день – это мелкопластинчатое, а скорее это муковидное шелушение, очень комфортное, двое суток. А посттравматическая пигментация – это то, что нас всегда, скажем так, вот останавливает в работе с кислотами в летний период. Классика нет, трихлоросксные модифицированные, да, при правильном подборе фототипа, при адекватной солнцезащите, так как нет воспаления сильного, выраженного, нет повреждения клеточных структур, соответственно, и нет риска поствоспалительной пигментации. Вероятность инфицирования и возникновения рубцов минимальна. И восстановительный период, он настолько комфортен для пациента, что, как правило, только на второй-третий день у нас пациента замечают легкое шелушение, которое легко нивелируется любым смягчающим кремом. Дальше. Синергизм действия кислот пилинги. Миндальная кислота 0,25% запускает каскад реакции. Начинается поверхностное воздействие на корниоциты и идет ослабление когензии между кератиноцитами. В процессе воздействия пилинга соль ТСА экстрагирует липиды и вызывает коагуляцию белков клеток эпидермиса. А молочные и пироиноградные кислоты подхватывают это кератолитическое действие и запускают процесс восстановления барьерной функции кожного покрова, стимулируя работу фибробластов. То есть это как раз тот момент, что в ответ на поверхностные повреждения запускаются пролиферативные функции, начинают активно работать базальные кератиноциты. Молочная кислота в пилинге Сизенс Хрон работает и в синергизме, и также реализует все свои функции, которые есть у данной кислоты. Работает поверхностно, обладает мягким отшелушивающим действием, работает как очень хороший себастатик, как стимулятор фибробластной активности, работает как мягкое, легкое, отбеливающее средство. И, собственно говоря, производные молочные кислоты, не сама молочная кислота, но она все-таки кератолитик, она отшелушивает, а производные метаболиты, лактаты, они обладают увлажняющим действием. Поэтому, также молочная кислота входит в состав нормального увлажняющего фактора, и, собственно говоря, работает на поддержании кислотного покрова кожи на уровне 5,5-6 pH. Миндальная кислота 0,25%. Ее задача – это мягкое допигментирующее действие, это антимикробное себорегулирующее действие. Мы знаем, что миндальная кислота, она близка, но имеет схожую структуру с антибиотиками широкого спектра действия, поэтому с успехом может применяться и при акне, и при розации, при сибареях, при различных патологиях, связанных с нарушением работы сальной железы. Миндальная кислота – это стимулятор синтеза коллагена, но в таком малом проценте у нее идет отбеливающие себорегулирующие действия. Пировиноградная кислота 3,75% снижает когезию корниоцитов, предупреждает утолщение рогового схода. Отшелушивание без сухости, так как мы знаем, что там идет целый экоэкскад реакции, когда первиноградная кислота превращается в молочное, молочное превращается в лататый, и обладает выраженным увлажняющим действием. Не допускает, даже не увлажняющим, а не допускает пересушивания. Первиноградная кислота активно используется как профилактика и лечение акне. Первиноградная кислота по своему ремоделирующему действию даже в таком малом проценте сходна с трехлоуксусной кислотой, поэтому их действие умножается друг на друга, и стимулирующее действие здесь будет выражено. Пропиленгликоль добавлен в пилинг не случайно. Он используется в качестве энхансера, вещества, которые обеспечивают стабильно высокий уровень однородного проникновения комплекса кислот в целевые слои кожного покрова. Если сказать проще, то он позволяет кислотам не проваливаться в кожу, а равномерно распределяться по поверхности и равномерно проникать во все слои. Пропиленгликоль не токсичен, не пахнет, не раздражает кожу, и благодаря использованию пропиленгликоли в родовом слое удерживается влага, поэтому пилинг тоже переносится очень комфортно. Содержание в пилинге активных уходовых компонентов, таких как гиалуроновая кислота и комплекс аминокислот, гидролизированный коллаген, способствует тому, что нет трансдермальной потери воды, что кожа после процедуры себя чувствует комфортно, и по сути вот эти крупные молекулы, они создают на поверхности кожи буферную систему, которая также не дает кислотам, с таким низким PH, неконтролируемо провалиться в кожу, то есть это все дает возможность получить стопроцентный контролируемый эффект от пилинга. Что же, как выглядит пилинг, что из себя представляет продукт, как он выпускается? Производитель лаборатории Сигмы, это мы уже с вами посмотрели и знаем, пилинг расфасован в стеклянные прозрачные флаконы, флаконы, выпускают бесцветные флаконы объемом 10 миллилитров, флакон стерильный, закрыт алюминиевым колпачком, в флаконе у нас с вами производитель заявляет 4 миллилитра препарата, фактически это 4,8 или 5 миллилитров, практически вот этот 1 миллилитр, это тот бонус, который идет на потерю препарата, на потери при заборе препарата, а фактически мы с вами получаем дополнительный миллилитр к работе. PH пилинга, эффективный PH суммарный, 1,5. Раствор, вернее не раствор, а гель, пилинг выпущен в форме геля, это гелевая форма, очень невысокой вязкости, которая, ну, во-первых, предотвращает растекание пилинга по поверхности кожи, и в то же время не делает его вязким, неудобным при нанесении, то есть, ну, по сути, когда работаем, мы можем равномерно распределить продукт, где-то усилить втирание, где-то, наоборот, более поверхностно, более мягко его нанести, пилинг не залипает, и поэтому равномерно, еще раз повторю, распределяется по поверхности. Срок годности готового продукта с момента выпуска 15 месяцев. По хранению. Рекомендации производителя это все-таки температурный режим после вскрытия, либо, вот скажем так, либо пока мы не начали использовать флакон, мы храним пилинг при температуре от 2 до 8 градусов, не замораживаем, и при относительной влажности не более 60%. То есть это холодильник. Для чего это сделано? То есть понятно, что если мы достали пилинг, и мы работаем, нам не нужно его держать, как токсины на холоде, такой температурный режим позволяет сохранить вязкость продукта, и позволяет сохранить все свойства кислот в неисмененном виде. Что еще важно? Что еще важно? Пилинг желтого цвета для того, чтобы можно при нанесении на кожу мы могли контролировать, насколько равномерно он распределен. Какие показания к применению, и вообще где мы применяем пилинг сезон с хрона, где его работа, скажем так, раскрывается максимально? Наверное, на первое место я бы поставила фотостарение и хроностарение. Наверное, фотостарение действительно на первом месте, потому что это кератолитик. Расширенные поры, неровный рельеф лица, модифицированный от СА, лучше кератолитик. Постакне, комедоны, акне в неактивной форме, гиперпигментация, все это показания для работы с пилингом. Купероз, можно и нужно, почему, объясню, расскажу. И розация, начальная стадия, когда еще начальная, пополупостулезная и телеангиокнатическая стадия очень хорошо данный продукт будет и уменьшать высыпание, и воздействовать на микроциркуляцию. Противопоказания к использованию пилинга Сизенс Хрома такие же, как и у всех остальных химических пилингов. Это нарушение целостности кожного покрова. Здесь, в частности, я бы отметила скрабирование кожи, потому что использование мягких, крупнодисперстных, мелкодисперстных скрабов, оно, скажем так, перестает делать пилинг контролируемым. Здесь можно получить страшные результаты, если мы любые пилинговые составы используем на скрабированную кожу. Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность каких-либо из компонентов препарата. Беременность, кормление, множественные невусы на кожи, раздраженная кожа, вообще любая, действительно любая, любое состояние кожи, обострение хронических дерматозов, наличие герпеса, наличие часто рецидивирующего герпеса, это все, скажем так, это все те противопоказания, которые, те состояния, при которых мы не используем химические пилинги. Плюс завышенное ожидание пациентов и здесь тоже нужно отметить, что не только завышенное ожидание пациента, но и его психоэмоциональное состояние, когда, скажем так, любая даже самая комфортная процедура может пойти для пациента не в нужном росте. Поэтому проговариваем все, что мы можем, скажем так, все, что мы можем для тех пациентов, которых мы можем брать на пилинг. Оптимальное сочетание пилинга Сизонс Хрона с косметическими процедурами, с процедурами эстетической медицины, которые мы можем проводить в одну процедуру, ну и вообще сочетание о том, как можно сочетать данный пилинг. Как я уже сказала, девизом пилинга Сизонс Хрона является такой девиз уникальность в универсальности. Пилинг, как мы уже посмотрели по показаниям, решает большое количество эстетических проблем и очень хорошо интегрируется в косметические уходы, в уходовые программы. Он усиливает действия косметики. Единственное, наверное, я бы говорила о косметических линиях, где в протоколе не обозначаются химические пилинги. А так, пожалуйста, это и гигиенические чистки, где пилинг Сизонс Хрона используется как средство для комедона литической, мягкой, кератолитической, как средство, которое обладает противовоспалительным действием. В одну процедуру, пожалуйста, очень эффективно, как первое средство сначала. Наносится пилинг, он смывается, по протоколам я вам сейчас расскажу, и потом уже проводится экстракция комедонов, даже мы можем использовать утрозоковую лопатку. Здесь идеальное сочетание. Косметический уход, сказала уже, любая линия без химических пилингов. Очень интересные результаты дает сочетание пилинга Сизонс Хрона с биоревитализацией и плазмотерапией. То есть здесь, скажем, это применимо и в трихологии, особенно плазмотерапии. Это применимо в программах омолаживающих, в лифтинговых программах. Это очень хорошо работает в тех случаях, когда мы осветляем кожу. Например, мы проводим, работая с пигментацией, мы проводим химический пилинг, после чего, смыв его, мы можем использовать мезотерапевтические коктейли, меланопротекторы, которые не дадут, которые и осветлят кожу вместе с пилингом, и не дадут развиться вторичной пигментацией. Микронидлинг. Ну, наверное, такая процедура достаточно нагрузочная, но если речь у нас идет с вами о лечении рубцов в постакне, если мы работаем с остриями, если мы работаем с атрофическими или норматрофическими рубцами, то это идеальное сочетание. Единственное, что мы предупреждаем пациента, что реабилитация здесь будет чуть более, скажем так, выраженной, нежели после одного пилинга. Плацентотерапия, пожалуйста, да, в одну процедуру, сначала мы проводим пилинг, а потом уже проводим инъекционные процедуры. Когда мы говорим о аппаратной косметологии, здесь, конечно, спектр используемых аппаратов очень широкий, поэтому, наверное, я по каждой методике быстро пойдусь отдельно, чтобы было понимание. Когда речь у нас идет о, ну, например, о микротоковой терапии, о электропарации, да, мы можем использовать сезонсхроны в одной процедуре, пожалуйста, это будет эффективно, но единственное, что здесь сначала мы проводим аппаратные процедуры, сначала мы используем активные, опять же, например, вот работа с пигментацией, мы используем осветляющие, мелано стабилизирующие гели или коктейли, проводим процедуру электропарации, убираем по протоколу, убираем остатки геля, очищаем кожу и завершить протокол мы можем нанесением пилинга сезонсхроны. А почему не наоборот, просто если мы спилинг будем использовать вначале, мы же достаточно сильно разрываем связи между клетками рогового слоя и может меняться электропроводность кожи, соответственно, меняться и эффективность процедуры. С микротоками также сначала у нас идут микротоки, потом мы с вами работаем уже непосредственно пилингом. Если мы говорим использование таких программ, как фотоомоложение и ПЛ-системы, то нецелесообразно проводить пилинги и фотоомоложение в одну процедуру. Процедуры не исключают друг друга, они взаимодополняют, но в любом случае мы сначала проводим курс пилингов, а это 3-4 процедуры, и только после этого работаем при помощи сфокусированного света. Это будет улучшать качество процедуры и проникновение световых волн, давая более, скажем так, равномерный, более выраженный результат от данной процедуры. То же самое касается и воздействия сфокусированного ультразвука. Это процедуры, которые разносятся во времени и интервал между процедурами не менее двух недель, хотя процедуры взаимодополняющие. чем мы контролируем эффекты в пилинге Сизен Схронт? Во-первых, это технология производства, синергия кислот. Потом мы контролируем действие пилинга, его глубину и эффективность количеством наносимых слоев. от одного до трех. Временем экспозиции это продолжительность нахождения пилинга на коже и интенсивностью втирания. Давайте мы сначала с вами разберем базовый протокол, как мы работаем, как мы наносим, а потом уже вернемся к этому слайду, где мы как раз будем говорить о вариациях. Итак, процедура предельно удобно проста в исполнении. никаких сложностей нет. Нам для процедуры потребуется, ну прежде всего, пациент готовый получить хороший результат, шприц на 5 мл для того, чтобы аспирировать пилинг, удобно дозировать пилинг при помощи стоматологической конюли, но в принципе это необязательные условия. Шапочка, нейтриловые перчатки и источник воды рядом. Все, больше нам ничего не нужно. Как я уже говорила, пилинг сезон с хроной, вы уже это, наверное, поняли, очень хорошо за счет синергизма кислот, очень хорошо и равномерно и, главное, контролируемо проникает в кожу. Не требует предпилинговой подготовки. К нам пришел пациент с запросом омолодить, с запросом выровнять, высветлить кожу, с запросом привести себя в порядок. мы, собрав анамнез, узнав все, есть ли противопоказания, начинаем работать без предварительной предпилинговой длительной подготовки, потому что очень часто, когда ты начинаешь пациентов готовить, они либо остаются удовлетворенными вот этой предпилинговой подготовке и на пилинг уже не приходят, либо не с той точностью и не с тем усердием выполняют наше с вами назначение, поэтому здесь результаты мы предсказать не можем. Сезон скрона без предварительной подготовки очищаем кожу при помощи любого мягкого очищающего средства. Это может быть пенка, это может быть молочко, это может быть мусс, это даже может быть очищающее средство, содержащее небольшой процент гликолевых альфа-гидроксикислот, но единственное условие, это средство должно не оставаться на коже, а должно смываться. Мы очищаем кожу, потом смываем остатки очищающего средства водой, тщательно смываем, чтобы ничего на коже не оставалось, обязательном условии качественного проведения пилингов, которые содержат в себе модифицированную трехлорокусную кислоту, кожа должна быть высушена, поэтому высушиваем салфеткой и даем какое-то время кожи полностью высохнуть. Работа проводится в метриловых перчатках, забираем флакон при помощи шприца, игла 22-23 достаточно, на процедуру, нам нужен с вами на одну зону, нам нужен 1 миллилитр препарата, фактически это 0,7-0,8 миллилитров. Обычно начинаем работать мы с области лба, такая вот тестовая зона, на которой мы увидим как пилинг работает, увидим как кожа реагирует, поэтому мы легкими, поглаживающими движениями распределяем препарат по лбу, обычно смотрим несколько минут и дальше рассмотрим и дальше равномерно по правилам нанесения пилинга от менее чувствительного к более чувствительным областям распределяем. Мы можем пилинг втереть, если в этом есть необходимость, если у пациента плотная кожа, если кожа нечувствительная, если у нас речь идет о том, что мы работаем с рельефом, мы его втираем, если кожа нежная, тонкая, мы пилинг втираем, а очень поверхностно, мягко распределяем. После того можем работать с интенсивным нажатием, можем работать более мягко. После того, как препарат на коже перестает скользить, мы смотрим дальше, если необходимость нам усиливать действие пилинга, если мы хотим получить более глубокое проникновение, более интенсивное воздействие, мы наносим второй слой по тому же принципу, также втираем, также распределяем, можем нанести третий слой, если в этом есть необходимость. Например, работая с кожей шеи, с кожей декольте, с кожей рук, работая с гиперкератозом, три слоя это минимум. Мы можем доводить количество слоев до пяти, но, скажем так, это только у тех пациентов, где мы хотим интенсивно пошелушить, где выраженность рогового слоя значительная. По времени экспозиции, давайте вернемся к предыдущему слайду, это продолжительность нахождения пилинга на коже. При необходимости мы можем выдерживать пилинг на коже до пяти минут, собственно говоря, столько занимает весь период нанесения, до восьми минут, то есть мы нанесли, терли, и еще несколько минут мы можем подождать для более глубокого проникновения. Про интенсивность стирания я вам рассказала, здесь все отслеживаем внимательно. Дальше, после того, как мы выдержали пилинг на коже, мы смываем пилинг самонетерализующий. Нетерализующий гель или крем нам может понадобиться в том случае, если у пациента на коже были какие-то ссадины, царапины, либо воспалительные элементы, где мы получили очишки фростка. И то это, скажем так, в большей степени наш контроль, нежели необходимый. Пилинг смываем прохладной водой, теплой не нужно. Смываем несколько раз, стараемся так, чтобы вода с пилингом не затекала в глаза, и дополнительно высушиваем кожу. После завершения пилинга мы можем нанести любое успокаивающее средство, обязательно фотозащита или проводить любую из процедур, которые мы с вами обсуждали. Либо это будет косметический уход, либо это будет чистка, либо это будет мезотерапия, либо это будет самостоятельная процедура. Но самое главное, после процедуры должно быть нанесено средство с ультрофиолетового фильтра. По тем проблемам и по тому, как мы выстраиваем курсы, как мы работаем с каждой из проблем. Когда мы говорим о работе с пигментацией, о работе с мелазмой, о работе с холазмой, когда мы говорим о гиперпигментации, мы должны понимать, что самая наша, самая главная задача мягко, очень деликатно отшелушивать, не вводя кожу в состояние субстресса. Не должно быть кратность сеансов, не чаще одного раза в 14, а то и 20 дней. А количество сеансов может быть минимально это 4, а так это может быть достаточно длительный курс, который будет включать в себя и 6, и 8 процедур до достижения желаемого эффекта. Вместе респилинг, в промежутках мы можем проводить любые другие отбеливающие процедуры, но помним, что восстановительный период должен быть достаточно большой. Это касается именно работы с гиперпигментацией. Домашний уход, понятно, что это меланодка, понятно, что это фотозащита независимо от времени года, времени суток. Атрофические эрубцы, неровный рельеф, лечение требует повторной обработки, это нанесение нескольких слоев, можно усилить в зоне поражения еще дополнительным втиранием ватной палочкой, и процедуры мы можем проводить достаточно часто, это один раз, наверное, в 7, может быть, нет, один раз в 10 дней мы можем процедуру проводить до достижения полного выравнивания кожи. Количество процедур здесь тоже неограничено. С 3, один сеанс каждые 7-10 дней в течение 10 недель, акне мы проводим сеанс один раз в 10-14 дней, всего это 5-6 сеансов, плюс обязательно мы используем противовоспалительные средства по проблеме, лифтинговые процедуры, один сеанс каждые 10-14 дней, 3-5 сеансов, после чего отдыхаем, и потом можем через 3-4 месяца повторять курс. Профилактика фотостарения и хроностарения, здесь периодичность сеансов, это один сеанс каждые 2 недели и не менее 4, соответственно, домашний уход по проблеме и фотозащита. Какие эффекты мы можем получить, используя пилинг Сизонс фронт? Первый это эффект выраженного ремоделирования кожи, улучшение ее качеств, всегда более плотное, подтянутые, лифтинговый эффект очень хорошо реализуется, я даже по своим ощущениям могу сказать, реализуется уже на вторую процедуру. Еще раз повторю, мы говорим не про дермальный отек, а именно про тонизацию, про уплотнение кожи. Повышение микро, повышение тонуса, выравнивание микрорельефа, то есть пилинг, как это кератолитик, и стимулятор пилинг выравнивает мелкие морщины, выравнивает поры, убирает дряблость, себорегулирующие действия, улучшение цвета кожи, выравнивание пигментации. Если мы говорим о проблемах розации, то мы знаем, что мягкое стимулирующее действие на базальные кератиноциты, оно в свою очередь стимулирует выработку эпидермальных липидов. И по мере нарастания нового, здорового и структурированного эпидермиса у нас еще увеличивается количество вот этих эпидермальных липидов. А когда роговой слой в порядке, когда он плотный, когда он структурированный, то выраженность таких явлений, как купероз, как начальные сферозации, они значительно меньше. То есть это очень хорошая профилактика и в том числе и лечение. Здесь у нас с вами представлена инструкция, где все пошагово расписано, где можно посмотреть и показания, и противопоказания. Полностью прописан состав, меры предосторожности, какие реакции могут появиться, как нужно работать с пилингом. Здесь давайте мы проговорим, потому что я с показаниями и противопоказаниями все понятно. Давайте мы предостережение проговорим. Пилинг только для профессионального использования. Это не домашний продукт. Здесь он должен проходить строго под контролем специалиста. В случае попадания пилинга на слизистые оболочки глаз или рта срочно промываем водой, лучше физраствором. При попадании в глаза тщательно промываем глаза, дистиллированной водой. И собственно говоря смотрим на реакцию. Здесь не будет повреждающего действия на роговицу, но раздражающее может быть. Все равно в любом случае если пилинг попадает в глаза, консультация от кальмолога нужна. Распалительные реакции, покраснение, легкий отек, зуд, так как все-таки здесь использована соль ТСА, а ТСА мы знаем раздражает рецепторный аппарат, то есть очень низкий ПАЖ 1,5, пилинг может давать вот это вот за счет своего раздражающего действия, может давать ощущение зуда первые сутки. Вот предупреждаем пациента, зуд не изнуряющий, зуд легкий, но вот этот вот такой скорее даже не зуда, а легкого покалывания на коже, особенно на участке с расширенными сосудами. Обильное шелушение, оно будет зависеть от толщины рогового слоя, от того, как равномерно, как глубоко ты ее проник, начинается оно на третьи сутки, шелушение муковидное, в каких-то местах оно может быть мелкопластинчатое, очень комфортное, легко нивелируется использованием специальных смягчающих средств, и длится не более двух суток, комфортно для пациента, практически незаметно для окружающих. Ощущение сухости первые двое суток до момента начала шелушения. И в тех местах, где был поврежден кожный покров, где у нас были очишки и фрост, я уже говорила, это или травмы, либо воспалительные элементы пустулезные, может допустимо появление тонкой корочки пленочки цвета кофе с молоком, которое также легко отшелушивается. Что еще нам нужно с вами проговорить? условия хранения. Я думаю, что все остальное при таком удобстве и при такой контролированности не составит для специалиста сложности в использовании. Себестоимость процедуры и вообще каким образом это все строится. Мы должны понимать, что пилинг все-таки с какой бы проблемой мы ни работали, это процедура курсовая. Да, конечно, мы можем однократно нанести, посмотреть на реакцию, но эффект будет достаточно короткий и не такой выраженный, какой мы можем получить, проводя курс. Поэтому давайте исходить из того, что курс это минимум 4 процедуры. По сути, вот этот вот флакончик 5 мл, это и есть наши с вами 4 процедуры. В принципе, работая с одним пациентом, мы используем первую, первая процедура у нас с вами окупает флакончик, остальное уже работает на косметолога, на салон, на клинику. экономически очень выгодный продукт. Стоимость одного флакона 3,5 тысячи без учета текущей скидки. А у нас на каждом семинаре, на каждом вебинаре обязательные скидки для наших косметологов. И сейчас в честь 18-летия компании Корняли мы тоже дарим нашим клиентам, нашим дорогим косметологам дарим скидки. на одну зону в среднем уходит от 0,7 до 1 миллилитра. Еще раз, коллеги, повторю, это не на один слой, это на 3, 4, иногда даже до 5 слоев удается, например, работая с руками, 4 слоя при интенсивном втирании это 1 миллилитр. Стоимость одного миллилитра это 875 рублей плюс где-то около 100-150 рублей это стоимость расходников. Если усреднять себестоимость одна зона пилинга это 1000 рублей. Чтобы рассчитать стоимость процедуры для клиента косметолог себестоимость процедуры умножает на коэффициент 3. Таким образом рекомендованная цена процедуры пилинга для одной зоны это для одного клиента это 3000 рублей. Это очень хорошее очень комфортное для пациентов цена. Тем более если мы будем говорить о том что процедура проводится в среднем 1 раз в 10 в 14 дней. Если мы проводим пилинг на несколько зон коэффициент может уменьшаться и будет составлять 2-2,5 следовательно пилинг лица шеи может стоить для клиента 5000 рублей а если лицо шеи для кольца 7,5 то есть здесь вот такая вариабельность цену в любом случае всегда ее простраиваем с учетом запросов с учетом количества с площади обработки и тех расходных материалов которые мы используем и так резюмируя все вышесказанное что я хотела бы все-таки выделить как основные такие базовые точки пилинга сизен схрона универсальность использования возможность интегрировать в любую программу это очень удобно потому что нам не нужно покупать дополнительные средства и сама фирма производитель пошла по пути не навязывания дополнительных средств что будет также увеличивать себестоимость процедуры то есть в любую из ваших рабочих косметических линий какую вы используете любите и знаете нет привязки к продукту дополнительным не требуются предварительные подготовки клиент пришел дал запрос мы его сразу можем реализовать гарантируя результат потому что еще раз повторю некоторые программы они требуют подготовки и только тогда они хорошо работают нет реабилитации из социума пациент не выпадает получает выраженный эффект качественный но при этом никто из окружающих не замечает что он находится в процессе пилинга все видят через несколько недель хороший лифтинговый эффект высветления и хорошую красивую тонизированную кожу безопасное комфортное нанесение пилинг гелевый не растекается можно контролировать интенсивность воздействия своими собственными руками количеством слоев можно рекомендовать как экспресс процедуру на выход кстати да вот этот момент я не отразила мы помним что у нас всегда после трехлорукс на пилингах всегда есть место пускай коротковременному дермальному отеку так называемый ложный лифтинг который очень нравится пациентам когда кожа натянута кожа блестит собственно говоря и мы со своей стороны можем пациенту гарантировать что используя пилинг сезонсхрон потом может быть предложить какую-то маску питательную или пластифицирующую на следующий день пациентка будет звездой потому что кожа будет натянута она будет красиво блестеть будет очень хорошо ложиться декоративная косметика поэтому почему не использовать этот ресурс сезонсхрона может использоваться как подготовка кожи к агрессивным эстетическим процедурам она пролонгирует и усиливает эффекты от инъекционных и аппаратных воздействий так называемого прямая и непрямая стимуляция дает выраженный эффект ремодуляции кожи круглогодичная всесезонная процедура ну скажем так если мы не занимаемся лечением пигментации в летний период при помощи пилингов а если это у нас с вами уходовая лифтинговая процедура если мы работаем с акне если мы работаем на выравнивание рельефа то почему нет это всесезонный продукт с невысоким воспалительным воспалительным воздействием воспалительной реакцией соответственно единственное правило это фотозащита про универсальность я уже говорила что 8 проблем которые были обозначены одно решение российский продукт мы не зависим от импорта мы не зависим от колебания евро мы не зависим ни от чего потому что продукт производится здесь из российского сырья и он всегда будет с нами конкурентоспособная цена значительно ниже чем у многих пилинговых продуктов легко просчитывается расход никогда скажем так косметолог не будет в убытке приобретая такой объем и такое количество поэтому все это дает нам скажем так полное право рекомендовать пилинг для использования для применения а мы в свою очередь будем разрабатывать новые методики будем делать и протоколы и мероприятия о сочетанных методиках более подробно рассказывать как сочетается пилинг с инъекционными методиками с биоревитализацией с микронидлингом для того чтобы получать хорошие качественные результаты коллеги спасибо вам большое за внимание сейчас после нашего вебинара я продемонстрирую вам запись мастер-класса где пошагово показано как проводится пилинг какие этапы и вы сами увидите насколько легко и комфортно мы можем работать с пилингом сезонс крона даже обратите внимание с пациенткой с очень чувствительной кожей а 9 14 и 23 июня приглашаю вас к нам на вебинарную площадку много интересных тем это и контурная пластика губы работа с целлюлитом а также это пилинговые программы сезонс крон пилинг сезонс крона в эстетической медицине спасибо вам большое за внимание переходите по ссылке заходите на наш сайт и знакомьтесь с нашими мероприятиями всего хорошего сезонс крона для химического ремоделирования кожи высокоэффективность пилинга обусловлена сочетанием модифицированной трехлороксусной кислоты низкой концентрации и комплекс ахакислоид молочные перво-виноградные генедальны с эффективным суммарным флэш 1,5 в пилинге сезонс крона удачно сочетается кератолитическое действие на роговой слой с выраженным стимулирующим действием на базальные керациноциты пилинги сезонс крона оказывают стимулирующие отбеливающие себорегулирующие лифтинговые действия преимуществами пилинга сезонс крона является отсутствие предпилинговой подготовки возможность интегрировать данный пилинг в любые косметологические процедуры отсутствие периода реабилитации комфортное нанесение хорошо контролируемые эффекты процедуры универсальность использования и привлекательная цена сегодня мы проведем процедуру химического ремоделирования дермы и для этого мы будем использовать новый российский химический пилинг сезон хрона у нас с вами пациентка 35 лет Екатерина как вы видите кожа чувствительная на щеках мы видим усиленный сосудистый рисунок кожа реагирует на любые раздражители чувствительная кожа купероз розация являются показаниями к использованию данного пилинга потому что за счет использования продукта сизон хрома мы укрепляем сосуды и уплодняем дермы любая процедура химического пилинга делится на три этапа первый этап это очищение демакияж для демакияжа мы используем любое средство для чувствительной кожи которая не содержит кислоты и какие-либо местно раздражающие вещества потом тщательно высушиваем кожу и переходим ко второму этапу собственно нанесение пилинга в зависимости от сезона от чувствительности кожи в зависимости от той проблемы которую мы решаем пилинг может наноситься от одного до трех слоев затем смывается прохладной водой третий этап это нанесение солнцезащитного средства независимо от сезона для очищения мы используем мягкую нитероглазенький закрыли нейтральную пенку которую мы распределяем по всему лицу она обладает очень хорошими сорвирующими свойствами и потом смываем прохладной водичкой убираем остатки пенки тщательно смываем очищающее средство тщательно просушивая кожу чтобы на коже не оставалось влаги это основное условие для использования пилинга потому что пилинг в том числе и гератолитический и за счет того что кожа сухая мы можем контролировать пенетрацию пилинг сезонхроны выпускается в стерильном флаконе объемом 5 мл для того чтобы качественно провести процедуру нам достаточно 1-2 мл на зону в данном случае мы будем обрабатывать лицо открываем флакончик аспирируем пилинг шприцом удобнее это делать шприцом на 5 мл набираем нужное нам количество 1 мл последовательность нанесения пилинга классическая начинаем процедуру с олба наносим несколько капель и втираем потом мы обрабатываем подбородок щеки и в самую последнюю очередь это область глаз и крыльев носа просим в течение всей процедуры нашу пациентку не открывать глаза наносим несколько капель и распределяем я всегда смотрю начинаю с зонового и смотрю на реакцию выжидаю несколько секунд вижу что кожа отреагировала абсолютно спокойно и далее мы уже проводим полноценную процедуру просим пациентку повернуться распределяем аккуратно такие ощущения покалываю и в самую последнюю область над губой и область вокруг глаз пилинг очень легко наносится комфортно массируется нету залипания массируем до полного впитывания и в зависимости от поставленных задач и от реакции пациентки а мы видим что реакция абсолютно спокойная есть такая небольшая сосудистая реакция но она вполне контролируемая и ожидаемая мы можем нанести второй слой второй слой мы будем наносить также в той же последовательности лоб щечки и потом уже самая чувствительная область глаз время экспозиции пилинга независимо от слоя от 1 до 3 минут после того как пилинг впитался мы смываем его прохладной водой горячую воду не используйте потому что горячая вода будет усиливать пилитрацию и может спровоцировать раздражение по истечении трех минут мы смываем пилинг смываем тщательно какие ощущения у нашей пациентки все нормально горит чуть-чуть но после смывания уже становится сразу становится легче спрашиваем пациентку осталось ли где-либо на лице ощущение жжения покалывания чуть-чуть под глазками так все отлично проводим дополнительное смывание пациентки если мы видим что у пациентки есть фроз если мы видим раздражение то мы можем и протокол пилинга это не исключает мы можем использовать нейтрализатор классический бикарбонатом натрия для того чтобы обезопасить пациенту цепку в данном случае у нас нет необходимости нейтрализовать пилинг спрашиваем пациентку все ли нормально все ли спокойно все хорошо снова высушиваем кожу убираем остатки воды и независимо от сезона наносим солнцезащитный крем традиционно процедуру химического пилинга мы завершаем нанесением солнцезащитного средства в данном случае мы используем профессиональный крем SPF 50 обладающий помимо солнцезащитного и успокаивающий и восстанавливающий барьерную функцию действия небольшое количество равномерно распределяем по всей поверхности кожи у крема приятный запах приятный легкий холодок и позволяет нашей пациентке чувствовать себя комфортно после пилинга нанесение солнцезащитного крема обязательно на протяжении всего курса пилинга независимо подсезона в летний период мы с успехом проводим процедуру сезонху пилинга сезонхрона процедура процедура завершена пилинга сезонхрона подсезона не приятный пилинга в креме и подсезонхрона в креме Продолжение следует...